Так, доброе утро всем, что у нас происходит? Никена поздравили с Рождеством, он пришел на работу, купил... А в честь чего у нас донутсы? Первый раз на работу пришел, купил донутсов. Никита, точнее, на работу не первый раз пришел, а с донутсами пришел первый раз. Ну? За то, что пришел вот на работу с донутсами, получил в ответочку увольнение. Что, серьезно? Тебя уволили? Не только с донутсов, а еще сэн? Не, вообще, технически, по-английски, это на уволили было бы Fire, у меня lay-off. То есть, меня отложили на сторону, то есть, практически уволили, но потому что просто у них работы нету, из-за того, что ковид, проект они не могут никакие брать. В Америке начинается кризис. Да. Да. Никита, отложили сразу в Америке кризис, до этого всех людей. Увольняют, увольняют. А Никита, отложили сразу кризис. Вот такой вот подарочек на Рождество. Он в компанию получил. Наконец-то он останется. Наконец-то он останется. Кто-то рад. Кто-то рад, что он на работу не пошел. Да, да, да. Слушай, ну это неприятность, в общем-то, ребята. Поэтому вот... Это temporary setback. Да, Никита ищет... Это временное замедление. Затруднение, да. Да, так что Никита ищет работу. Сейчас я сделаю рекламу. Кому нужен работник? Кому нужен хороший, ответственный работник? Мама, так тебе надо это самое, заниматься... Как сказать, это называется услуга... Как она? Последнические услуги... Что вы донат едите, вместо того, чтобы завтрак... Вот именно. Это завтрак. Нет. Донат за это не завтрак. Это называется болезнь. И смерть в 30 лет. It's basically like Kirinia Beagle. По-русски, по-русски, по-русски. Совершенно другое. Ну, Никита, ну это дело... Нормально. И это... Смерть в 20 лет, это если мы будем это делать каждый... Каждый... А что тебе становится этого делать? В общем... Я считаю, что у нас донатцы один раз в месяц. Звук классный. Олег, состап. Стап. Энергия даже один раз в месяц. В общем, видео называем так. Увольнение Никиты и смерть в 30 лет. Я пришел. В общем, всем доброе утро. Вы на канале Family Bus. И смерть от донатцев в 30 лет. И смерть от донатцев. Никита утверждает, что если Семен будет на завтрак, если донатцы, он умрет в 30 лет. Я, Петя. Так, у нас тут после... Что скажут? Ну, давай. Что мы неправильно говорим. Не донатцы, а донаты. Донаты, окей. Мы тут после вечеринки разгребаем. Да, тут у нас после вчерашней вечеринки. Жена, ты как, кстати, отпраздновала день рождения? Хоть расскажи-ка нам, а. Я? Да. Отлично, большая компания. Я бы ничего не готовил. Так что... Жизнь прекрасна. Да. Нет, жизнь не скучна. Вот. Это будет больше подходить. К нам и на нашему образу жизни. Да. Сейчас. Что? Я тебя опять словил. Да. Опять на кухне. Опять на кухне. Угу. Ты что, тут весь день, что ли? Нет, я только пришла на обед суп сварить. Ух ты. А что за суп ты варишь? Обычный суп. Ну, а такой, как американцы едят. Да ладно. Нудл с чекен суп. Нудл с чекен суп. Это значит суп на курином бульоне с макаронами. Все понятно. Окей. Это сегодня мы будем обедать, да? Да. Вот этим. Будем супчиком обедать. Кстати, мне нравится такой супчик. Так, ребят, ну что, настроение такое, я бы сказал, предрождественское, предновогоднее. Значит, мы едем сейчас на корпоративчик. Тебе помочь подержать? Подержи, да. Значит, мы сегодня день у нас такой. Никита нас удивил с утра тем, что его уволили. Или, ну как сказать, ну да, уволили, можно сказать. Ну, можно сказать, они как бы сказали, что сейчас нет работы. Ну, иди, короче, в отпуск за свой счет, типа, давай. Ну да, то есть, другими словами, то есть, оказывается, они уже все последние полгода увольняли людей. Поэтому он у нас молодец. Не в первых рядах вылетел с компании, а где-то уже перед Новым годом. Потому что для каких-то таких больших компаний им как бы невыгодно тогда оставлять сотрудника на Новый год. Потому что, во-первых, подарки надо делать, может быть, еще какие-то там подчетности, какие-то нюансы. Ну, в любом случае, в общем, это случилось. Поэтому он сейчас слегка в растерянности ищет какую-то работу. Вот, я думаю, что что-то придумаем обязательно. Ну, а сегодня у нас вечеринка на нашей работе, в той компании, с которой мы работаем. Вот, пойдемте посмотрим, как проходит рождественская или новогодняя, я не знаю, какая там вечеринка. Ну, в общем... Ну, в Америке обычно не делают новогодних вечеринок. Ну, да. Чаще всего, да. Чаще всего это привязано к Рождеству. Смысл один и тот же в данном ситуации. Правда, что вот в компаниях, ну, никакой там разницы великой я не вижу, честно говоря. Ничего не меняется, они будут новогодние или рождественские, наверное. Просто повод... Звездочки, какая-то еда, не знаю, что там, может, какие-то подарки будут. В общем, мы сами первый раз на корпоративной вечеринке. В Америке. В Америке, да. Поэтому, в общем, поехали вместе, посмотрим, что там будет происходить. Не рассчитывай. Приедем. Не знаю, без понятия. Я хочу от вас. Подарки, которые дарят на корпоративчике, вот Брэндону подарили. Это не Брэндон, это Энтони. Значит, не про него думает. Ты делаешь, что я хочу делать с моим фиском, мэн. Конечно? Да, я хочу делать это с моим фиском. Ну, вот смотрите, тоже еще одному рабочему подарили вот такой станочек. Ди Волт. Смотрите, а вот эта штука тоже очень крутая. Это этот, куры и электронный. Я смотрю на YouTube-чаннель. Ты не смотрел? Нет, я хочу посмотреть. Фамилия басса. Смотрите. Смотрите, вот этот парень. У него есть... Вы имеете наиболее свой YouTube-чаннель? Нет, не сегодня. Не сегодня? Нет, не сегодня. Вау, мээээ. Ты должен твой начну. Чitterly. короче он крутой рыбак здесь сакраменто и работает здесь вот в компании он продает всякую там плитку вот такие всякие вещи энтони смотрите его обувь точно доказывает что покажи какую-то рыбу словил пришел me what is the fish did you catch up okay no problem okay all sorts of fish this one is a large mouth bass какой-то bass короче страйпер вот это смотрите страйпер я не знаю как это по-русски будет all sorts of my my uncle striper вижу дядя его ставил такого страйпера we catch so many striper's короче много страйпера ты крутой фишер yeah together okay i do not oh i forgot to ask you can shoot you can shoot you? yes yes okay you are public audience right? yes yes you like the presents? i really like it how much you think is your gift? how much? i think about 400$ 400$ поздравляю круто тебе фортанула слушать молодец классно вожу плавно значит тут всякие сладости еда была очень-очень такая ну русская или украинские котлеты по-киевски это салат я не помню как он называется люфт этот салат называется оливье может быть потом смотрите вот такой салатик был карпешечка потом это говядина дальше была курятина так хотел вам показать что тут осталось от наших мишеней в общем была стрельба не супер призом был он уже ушел я не успел его снять но много было людей поэтому они все хотели чтобы снимали вот этим оружием и пользовались в общем два лука было и куча стрел вот такие делишки ребят джейк у нас он получил вот такой подарочек смотрите такой ящик инструментов это он не смешным те набор набор этих насадок на рель твердки ключи вот эта штучка вот это мы жена получила в подарочек вот такой наборчик откуда из костка кстати смотрите вот здесь вот это вся есть коллекция конфет и печенюшек как думаешь что за стоит и еще жена моя настреляла себе вот такие специальные отвертки не отвертки такие угловые штукенции которыми я получил вот такую штучку тоже попал правда с десятого раза или с двадцатого не знаю какого раза вот такие штуки для гриля как раз то что мне надо да то точно да смотри какой мне подарок сделали гида смотри здорово кто тебе такой подарок сделал компания которые работают смотри он дальше чумы это вы настреляли из луков жалко что тебя не было стреляли звука в мишени выпадала там был телевизор такой на пол стены как у нас а это мама получила видео в подарочек да давай иду сюда забрать свой скутер отсюда нам подарок дали а красный под елкой его подарочков становится больше предлагаю вам вместе с нами заглянуть в подарок который мне подарили в офисе вот так он выглядел за был завязан еще и вот то что они говорят что здесь есть в этом подарке вот такое описание 4 коробочки деревянных и очень интересно что в них лежит потому что я смотрела в костка когда этот продавался он так ну красиво оформлен думаю красиво интересно что же там внутри давайте посмотрим стоит она или не стоит отодвигаем начинаем с маленькой коробочки что они здесь положили конфеток всего две таких конфетки что у нас еще здесь печенюшка вот так это не нужно так по две разных конфетки и печенюшка вот в маленькой коробочке так отодвигаем что во второй коробочке какие-то пакеты с печеньем наверное без опознавательных знаков непонятно что здесь надо только распаковывать и смотреть мы не будем сейчас распаковывать хорошо так вот один второй третий совсем маленький такой дозированно одного человека и это с крекерами наверно со сладкими печеньками то что видно упаковка и все вторая коробочка это третье посмотрим что у нас здесь это как отодвинул вот так мы выложим все здесь выкладываем ухо тут совсем мало чего-то совсем две упаковочки всего тоже вот такая маленькая упаковка с печеньями шоколадными можно сказать что на одного человека и вот такая пачка с кокосовыми печеньками какими-то и все да и все интересно что самый большой и большой что у нас так ну тут тоже тоже пусто вот маленький кулек с попкорном а вот упаковка тоже ванильных печенек и это с корицей тоже печеньки такие ну вот уже не печеньки но там и было так написано что немножко конфет и печенье но в принципе я думал что здесь больше когда она стояла запаковано я как бы представляла что здесь больше на самом деле всего лежит вот если взять посмотреть на все покажу как сверху ну наверно как раз что если вы ждете гостей и вот так вот выложить к чаю на то что пригласили гостей и так как наша семейка к примеру большая еще одна такая семейка и все мне кажется не хватит не хватит хватит раз хватит на то чтобы если вам пришли гости у вас есть такие сладости но если есть это самому то конечно но можно на месяц растянуть значит смотрите я думаю что секрет здесь вот в чем самый секрет в этих коробках на точно а коробочки у тебя остались и не интересно как матрешки поместится помещаются да вот интересно а ну-ка давай проверим вот мы прикольно в общем я вам скажу одно секрет продажи коробочек если у вас есть коробочки которые не продаются затолкайте туда несколько конфеток несколько печенюшек подпишите что это рождественский или новогодний подарок и все улетит за милую душу думаю что тут ценно это вот только тот коробочки которых ты можешь что-то сохранять а можешь можешь их еще они видишь они совсем не чуть надо было закрыть их а то это так за крышку они совсем не покрашены просто зашлифованные можно даже проявить творчество и разукрасить эту коробочку так как ты хочешь сейчас я делаю как-то все наоборот надо было так позакрывать их чтобы они можно было спокойно ну да а в итоге приходится вытряхивать верх ногами вот такой вот наборчик если вам было интересно заглянуть что-то внутри ставьте лайки ребят все спасибо большое за то что были сегодня с нами значит вот такой получился день на корпоративчике мы побыли как те кстати корпоративчик то мне понравилось отлично спасибо что были с нами все на этом всем пока мы увидимся завтра пока спасибо